И снова здравствуйте! Осень завязала очень и очень много годноты, как мы с вами можем понимать. И данный релиз этому не исключение. Несмотря на тот факт, что я без особого энтузиазма воспринял новый альбом от этих ребят, нажав на R.L.A.O. у меня всё просто посыпалось во всех местах. Реально. Поэтому хочу вам отметить, что такого альбома стоило ждать последние пять лет. Итак, это обзор альбома The Killers. Wonderful, wonderful. Поехали. The Killers. Американская роковая банда, которая часто по звучанию и содержанию стояла рядом с альтернативной и инди сценой. Лично для меня, опять же, до сих пор мне не приходилось слушать альбомы киллеров от начала и до конца. Но о голосе Брэндона Флауэрса и хитах группы я знаю, и до сих пор нахожу их достойными представителями современной роковой, альтернативной инди, какой хотите угодно сцены. И вот он, пятый альбом группы, под названием Wonderful, wonderful. Вышедший по прошествии пяти, собственно, лет с момента релиза альбома Battleborn. Об альбоме лично Флауэрс говорит, что в общем альбом можно охарактеризовать как историю некоего мужского образа, который внутри весь такой суровый и весь такой воинственный. Но он постепенно узнает, что в жизни гораздо важнее быть сострадательным и участливым, нежели таким вот стереотипным мужланом. И подобный контент очень часто перекликается и переплетается в тексте трека альбома, но сначала по облоге и названию. Wonderful, wonderful, дескать чудесно-чудесно. Также и называется, собственно, первый трек альбома, в котором мы можем увидеть этот символ морской раковины, которая изображена на облоге альбома. В тексте трека описывается, что это некоторый символ мира и спокойствия, к которому стоит стремиться героине альбома, который посвящен вот этот трек. Что характерно, некоторые считают, что этот трек отсылка к, собственно, жене Флауэрса, которая страдала от депрессии, а шум моря и звук морской раковины ее всегда успокаивал и приводил в чувство. Больше того, история жены Флауэрса часто всплывает в соответствующих текстах треков, но об этом чуть-чуть по почве. Музыкально мы имеем неизменный голос Флауэрса, естественно, который просто делает киллеров такими, какими они всегда были и есть и остаются, даже несмотря на некоторые изменения в инструментальной составляющей. Вообще, весь музыкальный вайб относит лично меня на несколько десятков лет назад, когда рок был тесно связан и перемазан фанком по рукам и ногам. Если с первым треком Wonderful Wonderful это слышится крайне так слабенько, ведь поначалу альбома был дан довольно мрачный и тягучий звук с распевным хуком в несколько голосов Motherless Child и вот это вот все. А со вторым треком понеслась фанковая карусель, которая уже не прикрыто была выдана в припеве с опять же объемным хоровым запевом You can break me down Вот поверх которого на высоких нотах Flowers поет, мол, ты смотришь на настоящего мужчину, детка. Вот и все дела. Если дальше пройтись по трекам, в них очень много фанкового и очень старого поп-звука, в центре которого стоит партия бас-гитары, которая не просто там играет структуру, а ведет равнозначный гитарному риф. Единственное этому исключение предпоследний трек The Calling, который очень напоминает звук Касаби, он как по гитаре, так и по вокалу. Мне кажется, даже синтовые звуки и ритмика была вдохновлена треком Shoot the Runner. Конечно, с Shoot the Runner здесь общего почти ничего нет, это понятно всем. Но просто у меня сложилась такая же аналогия сугубо с ритмической и структурной стороны. А финал альбома в треке All the songs been written, это вот просто такая классическая-классическая рок-баллада, которую сейчас уже просто так ты не услышишь никогда, ни на одном роковом альбоме. Этот тон гитары, блюзовая тональность и вокальные подкладки на фальцете, вот без слов, вот реально очень и очень круто. При этом, если говорить очень в общем, мне именно нравится эта комбинация между зачастую активным и поповым звуком и меланхоличным содержанием. Опять же, при том, что добрую половину альбома занимают баллады, альбом нельзя назвать сопливым или тем более депрессивным по звуку. Он очень вдохновляющий, вот вместо этого что ли. С текстом все так же красиво и интересно. Как я говорил выше, здесь часто встречаются мотивы важности добрых и хороших отношений в семье и между любимыми людьми. Начиная с трека Wonderful Wonderful мы узнаем отсылки к депрессии жены Флауэрса в связи с посттравматическим синдромом из-за ее неприятного детства. Именно поэтому в тексте часто встречается выражение muddeless child, то есть ребенок без матери, которого мало того, что не любят, так еще и издеваются над ним. И вот герой Флауэрса в треке оказывается первым человеком для этого уже выросшего ребенка, который готов его любить и готов о нем заботиться. Дальше эта же тема продолжается в треке Some Kind Of Love, где прямым текстом говорится от лица героя альбома, что у тебя еще есть некоторый вид любви, ссылаясь на свою семью и детей. Что характерно, не зря под конец трека Флауэрсу подпевают его дети на строчках Can't do this alone, we need you at home. То есть нам самим не справиться и ты нужна нам дома. При всем этом мне очень нравится текст трека Rot с символом стен, которые продолжают вырастать и препятствовать успешному и удачному пути в жизни героя. Вместе с этим здесь и символ потерянного кумира и идола в треке Tyson vs Douglas, описывающий как герой альбома чувствовал себя, когда его кумир и пример для подражания впервые проиграл впервые в жизни. И в итоге весь текст альбома указывает на роль мужчины в семье на сегодняшний день. Он говорит, что это не только быть сильным и пробивным, это еще и быть заботливым, участливым и внимательным к своим любимым людям. При этом герой альбома самому далеко не всегда хорошо и легко живется, как это видно в последнем треке альбома, где он задает вопросы в пустоту, по типу «Неужели мне больше не о чем петь? Неужели больше не о чем говорить и не о чем жить?» И он подытоживает, что ему всего лишь нужна еще одна песня, чтобы продолжать дальше и все равно отдать ее любимому человеку. Как-то вот так, короче. Очень по-взрослому. И мне все это очень и очень по душе и очень нравится. То есть, как бы вы не любили или любили или не любили киллеров и их музыку, или вы вообще относились бы к року, или к инди, или к альт-музыке, там, не важно. Если вы хотите услышать картину мира взрослого мужчины, касательно самого себя, своего окружения и семьи, то вам стоит прослушать этот альбом обязательно. Плюс, тут и комбинация фанк-поп-инди-рок звука преподнесена как никогда замечательно. Поэтому 5 из 5. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также, не забудьте подписаться на мой паблик в фейсбуке, страничку в твиттере и в инстаграме, ссылки к которым вы найдете в описании к данному видео. А так, всем спасибо. Всем пока.